Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приливы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня вторник, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию, для нашего внимательного рассмотрения, отрывок из книги «Деяний святых апостолов». И сегодня мы с вами читаем 4 главу стихи с 1 по 10. Вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стража при храме Исадукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют во Иисусе воскресение из мертвых. И наложили на них руки и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Многие же из слушавших слова уверовали, и было число таковых людей около пяти тысяч. На другой день собрались в Иерусалим начальники их и старейшины, и книжники. И Анна первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из народа первосвященнического. И поставив их посреди, спрашивали, «Какою силою или каким именем вы сделали это?» Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, «Начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав». Итак, дорогие братья и сестры, сегодня вторник. По благословению, по уставу церкви сегодняшнего дня начинается поминовение усопших. И в народе этот день принято называть радоницей. Но в типиконе книги устава богослужебного, устава Русской Православной Церкви, да и вообще Православной Церкви, ничего не сказано о порядке богослужения в этот день. Просто сказано, что возобновляются службы. Поэтому это не совсем уставное богослужение, это не совсем уставной день. Но в этот день начинается чтение молитв о усопших православных христианах. Поэтому в этот день не положено как такового по уставу чтения заупокойного. Поэтому сегодня читается только книга «Деяния святых апостолов», которую мы с вами и читаем. Итак, мы видим, апостол Петр проповедует, апостолы проповедуют в Соломоновом притворе. И вот, когда они говорили к народу, то есть апостолы, к ним приступили священники, начальники стража при храме и саддукеи. Вот эти три, три ветви власти в храме. Саддукеи – это род первосвященнический, у которых находилась власть, верхушка Синодриона. Священники – это те, кто несут храмовое богослужение. И начальники стражей храмовой. В храме была в Иерусалимском своя стража. И вот начальники этой охраны пришли, скажем так, смотреть, что же происходит там, и слушали проповедь апостольскую. И вот они, послушая, вникнув в суть проповеди апостольской, они что сделали? Второй стих нам об этом говорит. «Досадуя на то, что они учат народ и проповедуют во Иисусе воскресенье из мертвых». Нужно понимать, что иудейское общество времен Господа Иисуса Христа, оно было не монолитное. Был простой народ, были различные партии религиозные и политические. Саддукеи, фарисеи, зелоты, иесеи. Были различные общины, замкнутые по типу кумранских и иесейских общин. Соответственно, жили, вот люди дробились вот на такие сообщества. Это был такой вот кипящий котел различных, грубо говоря, профсоюзов. Соответственно, одна часть этого общества, это Саддукеи, они не верили в воскресенье мертвых, в отличие от фарисеев. Соответственно, для них это было некой такой, как красная тряпка для быка. Проповедь о воскресенье в притворе Соломоновом, то есть в Иерусалимском храме, почитай. И, конечно же, это их возмутило. Но еще большее возмущение у них вызвало, что именно в Иисусе Христе, которого не так давно они сами распяли, по их воле, по их желанию, из-за их зависти, они проповедуют воскресенье, да еще и в Иисусе. И, конечно же, они досадуют об этом. Они воспользовались своей административной полицейской властью и взяли под стражу апостолов. Наложили на них руки и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. А по иудейским канонам нельзя проводить суд вечером. Многие же из слушавших слова уверовали, и было число таковых людей около пяти тысяч. Мы видим, что есть две как бы параллельные жизни. Есть магистральная проповедь о Христе, благовестие, это магистральная линия. И к ней всегда, как некие такие дороги, которые пытаются пересечь эту главную магистраль, присоединяются различные препятствия. Одно из них мы видим, это как раз-таки в лице Саддукеев и вот этой храмовой стражи. В лице вот этих внутрииудейских партий, которые сначала распяли Христа, теперь мешают проповеди о его воскресении. Итак, несмотря ни на какие препятствия, несмотря ни на какие пересечения магистральной линии, люди уверуют, люди присоединяются к церкви. И мы видим это из книги Деяний. На следующий день в Иерусалим собрались в Иерусалим начальники их и старейшины, и книжники. Для совета, для собрания, для суда. Мы видим, что некая формальная сторона соблюдается иудейских законов. И Анна, первосвященник, и Каиафа, и Иоанна, и Александр, и прочие из рода первосвященнические. Мы увидим, что здесь есть некие представители вот этой партии, верхушки, в которых держатся такие тайные игроки. Некий такой клан семейный, у которого много связей, и которые руководят, по сути, политикой. Потому что первосвященники – это всегда была мощная политическая фигура в Иудее. И прочие из народа первосвященнического. И поставив их посреде, спрашивали их, соответственно, апостолов, «Какую силу или каким именем вы сделали это?» И здесь апостол Петр отвечает, исполнившись Духа Святого, говорит, «Начальники народа и старейшины израильские». И тут есть некая такая ирония. Апостол Петр говорит сам о ненормальности того факта, что их вообще поставили сюда. Потому что их поставили говорить о чуде, о явном чуде. Они не хотят прославить Бога за это чудо. Они не хотят уверовать. И смотрите, как они ставят вопрос. Они не говорят и не радуются о том, что человек обрел здоровье, стал ходить. Это явное чудо. Они говорят, какой силой и каким именем вы сделали это? Их не интересует жизнь человеческая. Их интересует сухая буква закона и их власть. И Петр говорит, если от нас сегодня требуют ответа в благояне человеку немощному, как он исцелен, то да будет вам известно. То есть, если вы спрашиваете, то есть апостол Петр на самом деле говорит, что, о чем они говорят боятся. Говорить боятся. Он говорит об исцелении хромого от рождения немощного. Говорит, вы об этом не сказали, но я напомню вам, в чем на самом деле суть. Они игнорируют чудо, апостол Петр возвращает их к этому чуду. Вы игнорируете, но я вам напомню. Если вы спрашиваете, какой силой мы исцелили этого человека, то я напомню вам, имя того, которого вы распяли. И он говорит, да будет вам известно, всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав. То есть, то, от чего они, скажем так, бежали, и то, что они хотели запретить, было известно, стало известно и всем старейшинам, всем саддукеям, фарисеям, что именно именем Иисуса Христа был исцелен этот немощный. Таким образом, мы видим, что проповедь об Иисусе Христе распространяется, и она неудержима и неумолима никакими препятствиями. Итак, мы будем молиться, дорогие братья и сестры, и помнить, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Писание, Бог обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»